Боевая ничья получилась. Многое у нас не получалось в игре. Практически так не было моментов. Вроде и у соперника ничего не было за первый тайм. Но я скажу, что и у нас много не получалось. Много неправильных решений. Когда делали длинные продольные передачи показалось, что много подборов проигрывало. Это по началу, по первому тайму. Плюс, наверное, еще повлияла где-то адаптация травяное покрытие. Скажу так, много не получалось. Во втором тайме гол опять пропустили со стандарта. Не разобрались. Вроде разбирали, как они действуют, ли играются. Но почему-то у них получилось все равно преимущество 3-2 и игрок свободно пробивал поворотом. Хорошо, что замены определенные вышли больше креативных, наверное, игроков. И так мощно добавили. Несколько ударов было хорошее. Вратарь выручал. Хорошо Хубаев стандарт исполнил. Радует то, что мы не проиграли и сыграли в ничью по такой игре. Ваши вопросы? Ожидаемо ли для вас сегодня действовал соперник? Ну, мы знали. Мы, в принципе, так и думали, что будет много длинных передач, что так предполагали, что они будут в обороне там три центральных, как в пять. Тяжело, что нужно терпеть, что важен был переход именно при потере в атаке, чтобы реакция хорошая была на потерю в атаке. Мне кажется, что у Ленинградз так хорошее давление у них было. Отличное желание. Команда хотела победить. Болельщики хорошо здесь поддерживали. Особо, мне кажется, что у нас в обороне не было проблем, но давление было такое неплохое. Поэтому, может быть, у нас и не получался наш привычный выход от ворот. Поэтому, где-то, может быть, не получалось. Поэтому, где-то иногда свалились на длинные передачи. А так ничего, в принципе, удивительного не было. Еще вопросы? Скажите, вот была ли какая-то коммуникация во время игры, во время этих 90 минут с главным тренером? Вообще, насколько это важно получать? Какие-то установки во время матча? Да нет. Всегда это важно. И даже это не главный тренер, а просто аналитик. Все равно идет какой-то анализ. И это присылается все на планшет. Поэтому просматриваем, анализируем и вносим какие-то коррективы. Субтитры создавал DimaTorzok